вы тоже это чувствуете махеев привет я хайман в этом видео я куплю все виды и вкусы шоколада для того чтобы объединить в одну целую шоколадку и начну закуп с обычных магазинов здравствуйте мне все виды и вкусы шоколада который у вас есть а знаете у нас такая уже есть это вам спасибо спасибо вам на самом деле у нас такой не было еще но мы купим другом магазине так набираем те тот шоколад которого у нас еще не встречалось такое было 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 уже такого не было уникальность мы любим берем это редкая плитка шоколада которого я еще ни разу не встречал обязательно берем его в список мы объедили все магазины которые находятся в городе и за пределами города чтобы найти все виды и вкуса шоколада также мы уже заказали из интернета тот шоколад который возможно было заказать едем на студии объезде все магазины обладив все сайты с продажи шоколада у меня есть все необходимое для реализации идеи и просто скажу весь шоколад который купил еле помещался в мою машину прямо сейчас ты видишь все виды и вкусы шоколада которые возможно купить в россии помимо российских здесь есть еще и зарубежные которые нам удалось купить прямо сейчас в моих руках находится 437 шоколадок разного вкуса и вида но перед тем как мы будем смешивать все шоколадки в одну огромную нам нужно определить каким способом можно достичь и наилучшего результата самое главное чтобы шоколад не потерял свой вкус и не стал горелым чтобы получилась однородная масса без твердых кусочков чтобы этот способ подходил под наши масштабы и был удобен в реализации у меня есть вот такой аппарат с центрифужной силой нажимаем кнопку и он начинает крутиться способ размешивания шоколада благодаря центрифужной силы мы взяли из интернета протестируем проверим а чё бы и нет в принципе для того чтобы смешать нам много шоколада не надо возьмем просто два максимально контрастных между собой шоколады это допустим шоколад белый и черный шоколад благодаря этому блин я думал это все на стол летит благодаря тому что у нас имеется белый и черный шоколад мы сможем посмотреть на результат насколько хорошо он смешался если белый с черным смешивать серый да должен включиться что-то типа того но у нас есть по 9 долек шоколада давайте их на всякий случай сломаем помещаем их тару закрываем крышкой крышку герметизируем при вращении шоколад должен треться друг об друга и тем самым нагреваться и тем самым смешиваться включая аппарат ну судя по шоколаду это бесполезная трата времени но у нас есть следующий способ криогенное дробление и смешивание называется следующий наш способ замораживаем разные виды шоколада жидком азоте у нас в данном случае черный белый измельчаем замороженный шоколад в очень мелкий порошок то бишь вот этой штукой смешать порошки в одну консистенцию потом этот порошок нужно будет спрессовать в формочке так хорошо вроде как работает аппарат заливаем жидким азотом это единственный способ который пришел мне в голову чтобы заморозить шоколад а я разве не в тарелке должен был это делать не а тарелка сломается а трек сома далее мы берем и смешиваем в этом аппарате ну волк охренеть моментально крушится все как надо все идет по плану сейчас измельчаем включаем класс вот это результат для пресса у нас есть вот такая штука и собственно говоря пресс саму шоколадку будем складывать в эту коробочку и прессуем надо было это делать получилась какая тоненькая плиточка шоколада помещаем в тарелочку можно засчитать что способ работает столов не напасемся так слишком дорогой ребята способ попробуем блин прикольно реально прикольно да этот способ работает ребят сами понимаете по бюджету очень дорого выйдет покупать на 400 шоколадок вот столько столов поэтому мы идем к следующему способу который тоже должен быть в принципе рабочий а также берем черный и белый шоколад кладем и поджигаем если чё шоколад горит это правда не видно но уж поверьте у меня последний стол остался главное чтобы не прогорел не ну какой-то результат есть ее всего лишь останется остудить и как бы она смешалась я думаю хватит пора остужать нет результат и еще разочек заливаем азотом чтобы она побыстрее застыла вот такой результат мы получили выглядит плачевно явно таким способом мы не будем плавить шоколад но какая она на вкус интересно же да я река тебе интересно какая она на вкус да так иди сюда не стесняйся только она немного холодная сеча чё как тебе вариант это кофе она как кофе как кофе реально я как будто чашку к эспрессо выпил вкусно хотя холодная эспрессо ну давай попробуй по спиртягой отдает спиртом очень отдает сильно вот этот вкус водки так я река такой эспрессо и пьет только даже про это не сказал отвратительно этот способ и не расплавил шоколад и сделал его невкусный шоколад сам по себе потерял свойства и вкусовые рецепты она нам не надо ну и под конец чисто устроим битву кто лучше расплавит шоколад обычное солнце которое прямо над головами у нас находится располагается а либо фен в эксперименте участвует один и тот же шоколад для того чтобы у нас эксперимент получился максимально честно и битва началась на данный момент лидируют шоколадки под феном но оно не удивительно потому что напор идет прямо на них в отличие от солнца которое рассеивает тепло в лидера выбивается солнце настолько жарко что фен по своему с солнцем это какой-то мини вентилятор который еле обдувает как морской бриз кто выиграет н или солнце солнце или фен я на него специального охранника который будет контролировать чтобы мой шоколад никто даже пальцем не тронул антоха привет здорово ну что как успехи расставил нет до расставил вообще идеально я рад тому что у нас есть хоть какой-то результат шоколад действительно расплавился были реально жаркие деньки которые мы успели выловить результат на лицо но кто быстрее справился с этой задачей фен или солнце мы увидим на таймлапсе если монтажеры уже это не показали правда по итогам эксперимента у нас получился результат солнце и фен ну понятное дело выигала солнце а мы переходим к самым необычным вкусом шоколада который я смог купить да это будут реально необычные вкусы такие шоколадки ты вряд ли встретишь в обычных магазинах а стоит ли хотя бы раз в жизни такое попробовать мы сейчас узнаем шоколад с белыми грибами и жареным луком не знаю какую саму страну шоколадку в своей жизни видели вы напишите в комментариях даже интересно где ломтики белых грибов а где ломтики с луком очень интересно допустим если мне белые грибы не понравится то я хотя бы не буду есть луком немного дает вот прям капельку отдает грибами вообще не пахнет точно такое же ощущение если ты допустим поешь какие-нибудь чипсы с луком а потом закусишь шоколадкой то же самое ощущение есть преобладающий вкус шоколада затем появляется вот нотки будто бы ты поел окрошки в принципе шоколадка мне не понравилось она не совсем вкусная но это мои вкусовые рецепторы так сказали сказать этой шоколадки я ставлю 3 из 10 не только дети готовятся к учебе те кто же войти или только знакомиться с технологиями учатся в яндекс практиками чтобы сменить профессию или вырасти в карьере с поддержкой экспертов и других студентов яндекс практику ваша новая учебная жизнь шоколад с яйцом и беконом шоколад на завтрак блин а было бы мне прикольно покупать такие шоколадки чтобы завтракать точно также пахнет шоколадка как вот сухарики с беконом никогда такого не пробовал не скажу что это отвратительно вообще ни капли достаточно вкусно мне понравилось даже есть конечно небольшое внушение что типа бекон шоколад яйцо не сочетается но если об этом не знаете вот просто угостить друга шоколадкой вот держи но вкус прикольный как сухарики шоколадом 8 из 10 это реально шоколад которого я никогда не пробовал и прям реально вкусненько шоколадка киткат с васаби и зеленым чаем пахнет ничем вот что находится внутри этой шоколадки вафля вафля дешевая сам шоколад тоже будто бы какой-то дешевый я вкус васаби почувствовал я сначала думал что это зеленый чай а это оказывается шоколадка с васаби и зеленым чаем я и думаю почему мне немного остренько становится во рту я не скажу что это отвратительно это забавно но не для меня я бы поставил 6 мы добыли шоколад со вкусом конопли да вы все прекрасно знаете что это за растение и из которого делали одежду раньше сейчас мы попробуем плитка выглядит следующим образом и на задней стенке мы можем разглядеть зерна конопли которые сюда поместили собственно то я это вообще не запрещено ну семена конопли не запрещены слава богу он необычно но я пытаюсь распробовать этот вкус чтобы описать его тебе чтобы ты хоть как-то его сравнил ребят ничего больше не могу сказать единственно от нотки какого-то меда проскакивает я не знаю с чем это связано в принципе шоколад неплохой но и назвать его шедевром тоже не могу поэтому 7 баллов вроде бы что может быть необычнее шоколада с беконом с коноплей наверное все таки шоколад с рыбой это омуль рыба омуль я не знаю как они умудрились туда его запихать но мы сейчас обязательно эту шоколадку протестируем о можно попробовать вот так вот этот шоколад выглядит вроде как ничего необычного да на секундочку по бам смотрите внутри внутри шоколадки шишки кусочки от рыбы вот они кедровые орешки так можно попробовать ну да для теста у меня остается небольшой кусочек но слава богу с рыбкой пробую я это тупо шоколад с рыбой ничего большего ребят ну это прям чисто на любителей я ставлю этому шоколаду 1 балл за шишечку попробую идеально шишку можно есть она мягкая будто бы смолы поел гер верни шоколадку нам ее еще смешивать надо но тут немного осталось как ты это вообще жрал все еще что я хотел бы попробовать это плитку самого известного блогера на данный момент мистер бест пробуем выглядит она вот так вот блин почему-то она не разделена на кусочки чтобы можно было спокойно с кем-то поделиться вот еще кусочек отломался так она выглядит целиком надпись сверху надпись снизу посередине какие-то волны мы же попробуем сейчас эту шоколадку блин андрей это от мистер биста дашь попробуй пожалуйста капец как хочу я достаю так попробовать меня был же один такой который попробовать всю забрал ну пожалуй я чуть-чуть вот маленькую дольку которая для друга по на пробу блин спасибо большое я так хотел и выбрать в принципе вкусу этой шоколадки он достаточно нормальный но мне кажется слишком многовато сахара вот если бы поменьше сахара побольше шоколада было бы прям супер чтобы я изменил в этом шоколаде единственная наверное дизайн он как бы прикольный да то что типа отломи себе и отдай другу это крутая идея тут споров нет но вот блин то что он что там происходит лучше не спрашивать принципе от меня этот шоколад получает честными но 7 баллов из 10 на удивление мне шоколад с беконом и яйцом понравился побольше это вторая шоколадка известного блогера влад бумага шоколад влад бумаги раскрываем яйцо и это шоколадка бумаги чёрт влад бумага можно попробовать пожалуйста я ни разу не провал шоколад ла бумаги желательно андрей вас одну я их давай без этого пожалуйста давай иди ярик ярик нет нет а это у нас здесь девочка какая-то в капсуле ну не знаю это просто шоколадка ребят то есть никакого прямо особенного уникального вкуса нету рыбы конопли и бекона поэтому шоколадка такая достаточно вкусная может даже с ним поставить давайте и девочка не ну за девочку можно и 8 поставить 8 из 10 железная восьмерочка дальше у нас идет шоколад аленка в ней ничего такого прикольного нету ну помимо вкуса естественно есть один лайфхак прикольный именно с этой упаковкой а точнее не лайфхак а иллюзия мы загибаем шоколадку прямо посередине лица аленки и то же самое делаем по краям ее лица и в итоге у нас получается вот такая иллюзия если мы нагибаем на себя то она начинает улыбаться если он себя то немного грустит но перед тем как вот это собственно делать я забыл сравнить самую маленькую шоколадку али от аленки и самую большую вот это размер шоколадок в распакованном виде дальше хотел бы показать вам прикол с бесконечной шоколадкой разрезаем шоколадку вот так вот так вот так и у нас получаются вот такие детали дальше мы берем вот этот бесплатный кусочек шоколадки отводим в сторону а вот эти меняем местами и у нас получается цельная плитка шоколада и плюс еще бонус который я прямо сейчас и а это пойдет в смешивание дальше нам предстоит то ради чего мы с вами здесь все собрались а то есть объединить весь шоколад в одну целую шоколадину переходим к раскрыванию всех шоколадок и смешивание перерыв на обед что-то я запарился уже с этими шоколадками и шоколадок я сделал себе бутерброд из горького белого и молочного шоколада шикарно мне нравится яйца с беконом не хватает хватит пора дальше продолжать работать это все все то что находится на этом столе мы будем распаковывать и пожалуй начнем с киндер сюрпризов потому что мне интересно чем нынче детей радует какими игрушками в них я давно кстати их не ел последнего обзора аж прошло два года как мы киндеры раскрывали пора бы наверное да уже если вы хотите вторую часть где раскрываю там 500 киндеров то дайте о себе знать в комментариях конечно же лайк поставить бы я был бы не против открываем и чё это такое трудно достается вот так идет отлично ничего себе это как так-то футболочка ребят совершенно новая футболочка прикольно кстати дизайн я бы сам такое носил если бы был девочкой а раньше вот два года назад фигню какую-то туда сували футболочка отлично продолжаем распаковывать шоколад вот столько шоколада у нас вышло столько упаковок и вот столько фольги это мы несем на переработку вот это мы понесем на переплавку а из этого я хочу сделать металлический шар шар из фольги просто посмотреть какой шарик получится сминаем как можно сильнее чтобы не оставлять пустоты чтобы у нас шар получился плотненький вот такой шар у нас получился неправдоподобно да да потому что это просто болванка который мы сделали типа шар а вот такой шар вышел у нас на самом деле он маленький да можно в принципе вышибал поиграть проиграл ты тоже перепробовав разные смешивания шоколада мы остановились на самом классическом и это паровая баня для тех кто не знает это когда вода снизу кипит а шоколад в таре плавится из-за горячего пара тара равномерно нагревается и тем самым шоколад не подгорает вот и вся схема шоколада у нас много поэтому мы взяли вот самую большую тару которая у нас была здесь около 200 литров залили водой вода разогревается и чтобы она разогрелась побыстрее можно накрыть сверху тазиком все тем самым температура тут будет намного больше чем если бы это было без тазика ну что не будем зря терять время возвращаемся на предыдущую локацию а пока мы разогреваем нашу паровую баню для того чтобы растопить шоколад равномерно я специально заранее сохранил две шоколадки одна из которых самая дешевая шоколадка которую мы только смогли найти чуть позже я покажу самую дорогую шоколадку цена этой шоколадки 35 рублей то есть можно же конечно найти дешевле но соотношение с громовкой это самая дешевая внутри она выглядит вот так вот ну и понятное дело все хотят посмотреть мою реакцию какая она на вкус и сколько баллов то я и поставлю будет ли она вкуснее шоколадки от мистера бисты или нет она мне достаточно за свою стоимость понравилось это шоколадки оставлю 7 баллов шоколад с бекуном не больше понравилось а мы же переходим к шоколадке которая стоит на секундочку 1620 долларов в рейтинг forbes самого дорогого шоколада вошла эксклюзивная плитка виспа гол ее выпустили ограниченным тиражом для ювелирных бутиков напоминаю что стоимость ее одна тысяча шестьсот двадцать восемь долларов и при этом вес всего 50 грамм упаковка сделана из сусального золота что в принципе позволяет есть ее вместе с шоколадом не позволяет нам не хотел денег на нее да просто краска я же тебе давал 1628 долларов чтобы ты купил такую шоколадку пытался чтобы то где шоколадка то из сусального золота красант он сдал ее на металлолом а где деньги то 1600 долларов давал я тебе не знаю возвращайтесь как к себе хорошо я возвращаюсь ладно это была шутка кто не понял мы не собирались выставлять это за оригинал мы просто попытались визуализировать как она выглядит в реальной жизни а на самом деле самая дорогая шоколадка именно которая у нас есть это шоколадка мистера биста вода вот стоила на 1500 рублей но вот эта шоколадка стоила 500 рублей на втором месте по стоимости но все равно ее тоже стоит попробовать вот такой рисунок у нее запрошу очень-очень грудь и шоколад мне совсем не понравилось ну а мы же возвращаемся к плавке нашего основного шоколада погнали мы там столько вкусных шоколадок так жалко это все смешивать так надо так должно быть ждем пока это все там переплавится и расплавится в то время когда мы плавили все шоколадки мы находили повторный шоколад откладывали их в сторону и запихали их в этот фонтан предварительно собственно расплавив их и что мы будем с этим фонтаном делать что мы будем сувать туда еду делать ее шоколадный у каждого будет своя еда и каждый и должен будет съесть какая еда попадется сам не знаю но она находится прямо здесь здесь и еще вот здесь гера выбирать первые ну я особо долго думать не буду ну раз это стоит передо мной то это и возьму так о бургер вот такой вот бургер получился приятного аппетита очень странная фигня я чувствую соленые огурчики с шоколадом сыр с шоколадом говядинка с шоколадом реально вкусно и надеюсь вам тоже что-то прикольное выпадет нам-то ставь хотя бы все еще у нас по очереди конечно же влад о острые крылышки кэсси нет это очень прикольно получается необычно остается последнее блюдо открываю о нормально картошка фри были никогда не пробовал картошку фри в шоколаде а ты поставил лайк давай вот я макну эту картошку фри когда ты поставишь лайк спасибо честно мне не нравится какая-то фигня ну блин но это несочетаемо ребят самое главное надо было попробовать а мы пойдем посмотрим может быть на шоколадка уже ну основная готова шоколад более-менее растопился вроде бы как пора помешать гера ложку начну соскребать по краям чтобы он не прогорел шоколад гера не будет побольше ложечки а то это чуть не особо удобно мешать не надо скидать спасибо вообще нормально залипательная такая тема как будто суп из топора варю не знаю почему причем тут топор но будто бы а бочка протекает вода из него выливается главное чаще помешивать далее я хочу попробовать один эксперимент который увидел в интернете возможно ли сделать шоколадной кока-колы и насколько крутая она у меня получится разрежем шоколад на маленькие-маленькие кусочки закинем всю эту субстанцию в водяную баню пускай там парится тут самое главное не забывать помешивать берем пластиковую бутылку а из-под кока-колы и сама кока-кола нам в принципе не нужно выливаем ее разрезаем бутылку пополам растопленный шоколад размазываем по стенке бутылки и все это дело которое у меня находится прямо сейчас в руках отправляем в холодильник стенки у бутылки готовы в принципе замерзли теперь добавляем внутрь мороженое ммдмс и отправляем снова в холодильник две части бутылки готовы сейчас самое главное аккуратненько отделить шоколад от пластика соединяем нашу бутылку воедино и наклеиваем этикетку вот такая бутылка в итоге получилось у меня сейчас эту вкуснятину попробую откусить и расскажу какая она на вкус очень много шоколада очень толстые стенки проверяем толстые 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 такими темпами и 1 ммдмс на наемся и объемся уже так сказать давай-ка поступим проще андрей я должен признаться я твою бутылку случайно разбил короче андрей попросил проверить чё с бутылкой вообще стало и она ты чё разбил не она почти целая она немного вот такая но вкусно я пожал магазин гузики надо спрятать короче я андрею сделал новую бутылку в принципе такая же мне не хватило на мороженое ммдмс поэтому я полностью залил бутылку кол из шоколада и там нет начинки поставлю и скажу андре я не трогал я думал ты не заметишь моя выглядит намного симпатичнее чем твоя я понял здесь не было я и думаю я грызу стенки у меня не получается прогрызть но я могу тебе твою принести хочешь ну давай мою принеси а это я так понимаю моё да твоя бутылка болен о какая красота да они же цветные вроде как были ты чё обсосал их мороженое просто их немножко потом плавило ну давай ехать образобьем об стол вот так вот она выглядит внутри с мороженым да ладно ну это не самая главная задача была сделать шоколадную бутылку поэтому идем дальше шоколад обрабатывался в холодильнике на протяжении 24 часов чтобы он полностью застыл впервые снимаем бортики и открываем крышку хороший результат вот так выглядит шоколадка которая вмещает в себе все вкусы и виды шоколада который мы только смогли купить шоколадка весит около 50 килограмм так чисто вам информация на скидку но этой шоколадки не хватает обертка шоколадка без упаковки запылиться станет невкусной и в принципе несъедобной поэтому надо ей сделать упаковку а в чё оборачивает обычно шоколад в фольгу правильно фольгу нам нужна фольга упаковываем фольгу ага отлично и аккуратненько фольгой обворачиваем шоколадку готова но не полностью какая шоколадка обходится без обертки а самый простой способ придумать дизайн какой ну во первых прочитать книгу по маркетингу потом закончить дизайнерские курсы определить целевую аудиторию посмотреть какие цвета более менее подходят и потом уже начинать творить в принципе ты прав но все это идет в мусорку потому что мы поступим гениальнее мы возьмем продукт который самый лучший на рынке на данный момент у нас возьмем его упаковку немного переделаем под себя и вот это будет наша упаковка да грубо говоря с плагиати упаковочка да я взял самую популярную шоколадку у нас это шоколадка аленка фотошопе немного изменил под свой дизайн грубо говоря просто ставил свое лицо дальше так как у нас нету нормального полноценного принтера большого я расфасовал свой дизайн шоколадки на листочки а4 распечатал каждый листочек склеил его воедино под размер шоколадки из картона вырезал коробку наклеил дизайн на коробку и вот такой результат у меня получился гениально да просто взять и спагетить ребят это конечно как бы и плохо но а что поделать зато смотрите какой классный дизайн мы еще немного тебя мы еще немного от себя креативности добавили что типа тут шоколадка да типа на распаковывать короче засовываем шоколад в упаковку ребят мне нужна помощь втроем засунем наш шоколад в упаковку давай отлично влезает прям под размер сделал отлично все теперь это полноценная шоколадка 50 килограмм классно тяжеловато правда но прикольно и теперь я могу идти и угощать друзей которые со мной делали эту шоколадку но мы еще честно говоря не тестировали ее ну что же давайте по очереди будем пробовать начиная с влада как будто бы шоколад какой-то нотки дымка и орешки и орешки в принципе неплохо даже еще могут есть отличное описание дальше иду я а я пробуем шоколадку которую мы делали неделю когда мы старались мы купили все виды и вкусы для того чтобы попробовать вот это произведение искусства дантон что ты чувствуешь хорошая хорошая корешка я в нутеллу поел букву теперь очередь моя твоя предыдущая была тантону и отдал влад не кричи пожалуйста под ухо яйя рик пробую теперь я да действительно вот чувствуется вот эти вот нотки дымка дымочек немного перебивает вкус всего шоколада который у нас здесь есть принципе вкус шоколада шоколада с дымком гера в твою очередь вот да хорошо так у меня даже вот запасена салфеточка чтобы не испачкаться ну и как настоящий эстет пробую эту шоколадочку орешки какие-то типа писташки или чё это такое он не фундук метал чувствуется кофейные нотки видео мне темная шоколадка попалась и еще молочная но в целом не понравилось все и теперь мы а у нас еще один есть прикинь да ну что ж очередь влада ой ярика ярика но он пластмассовый возьми хотя бы настоящий если ты мне угрожает то обрезанный куда он возиться просто кожу мне поцарапают возьми нормальный да все ладно отстаньте я шоколад хочу ничего себе на хороший кусок откусил кстати я больше всего старался попробовать этот шоколад он все это время пытался он жаждал его попробовать он больше всего этого хотел подождите позитив я рек переигрывает но мы сейчас узнаем почему мы не понимаем почему я рек недоволен хочешь знать откуда эти шрамы мы возможно ему попался чай шоколада перцем чисто случайно когда мы все попробовали шоколад и вышли на улицу подышать воздухом чисто случайно кто-то в шоколад подбросил перец красный самый острый и ярик не переигрывает просто так попалась ему вот такая была дегустация но на этом еще не все когда мы закупали шоколад у нас так получилось что были повторяющиеся плитки чтобы они даром не пропадали мы потом их переплавили уже не в такой бочке в которой мы до этого плавили а нормальных домашних условиях чтобы сделать булочки с шоколадом ну и как я сказал ранее чтобы шоколад просто так не пропадал поливаем сладкие булочки шоколадом ну а чтобы булочкам зря не пропадать мы их раздадим команде друзьям знакомым и нуждающимся вот так вот и вот 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 вот